Это 16-й дом по улице Сигецкой. Кусок водосточной трубы месяцами нависает над головами прохожих. Придомовая территория грязная и вся в ямах. На уборку в парадных люди сами собирают деньги, однако продолжают получать платежки от ЖЭКа за неоказанные услуги. Коммунальщики в домах этого двора никогда не выполняли своих обязанностей, утверждают люди. Я живу в этом доме, в этой квартире 25 лет. За 25 лет ни одной никакой починки или еще чего-то сделано не было. Двор не убирается. Людям ничего не делают. Устав платить впустую, жители дома создали ОСМД. Причем сделали это еще до прошлогоднего конкурса на обслуживание домов и придомовых территорий. Однако получить здание на баланс не смогли. Годовая переписка с чиновниками и походы во властные кабинеты безрезультатны. Все время придумываются какие-то отговорки, ссылаясь на какие-то новые законы, на то, что у нас очень много помещений, которые принадлежат департаменту коммунальной собственности. И мы не можем добиться своего права, которое дано нам законом. Действительно, в здании располагается городская больница, а также городу принадлежат подвальные помещения. В сумме порядка 20% площади здания. Из-за этого собственники остальных 80% жилья не могут воспользоваться своим законным правом. Люди утверждают, что ЖКС Фонтанский банально не хочет отселять из подвалов своих сотрудников, которые там живут незаконно. Здравствуйте. Телеканал «Репортер». Местные жители говорят дома, что вы здесь проживаете не совсем законно. У вас есть документы на право собственности на данное помещение? Убери тот светильник. В смысле, какие документы? Документы? Ну, вы здесь проживаете, я так понимаю, правильно? Ну, мы работаем дворниками здесь. Да, но и проживаете. Это же не служебные помещения, правильно? На каких основаниях вы здесь проживаете? Никому не вопрос, начальник ЖК. То есть вас сюда заселил начальник ЖЭКа, правильно? Конечно. Не по собственной же воле я сюда заехал. В ЖКС Фонтанский из руководства на месте никого не оказалось. Наша съемочная группа оставила свои контакты, чтобы коммунальщики с нами связались. Однако звонка так и не последовало. Людям коммунальщики тоже не спешат что-либо объяснять. Все формальные процедуры они уже прошли. Теперь жителям просто никто не говорит, почему им не передают дом. Когда я общалась с представителями нашего ЖЭКа, они сказали, что документы в декабре месяце были переданы в департамент коммунальной собственности, который и должен отдать нам дом на баланс. С тех пор никаких вестей о том, на какой стадии находится этот процесс, у нас нет. Нам просто говорят, ждите, мы вам позвоним. Люди возмущены поведением чиновников и требуют немедленно передать объект на баланс ОСМД. Как того требует закон. Константин Гречан и Владимир Евжич, телеканал Репортер.